Вот, а все-таки не видит он этих оттенков, но я не знаю, как их показать. Этот ирис я уже показывала вам, по-моему, в последнем видео был, но не видит и все. Как жалко, такие серо-голубые с переходом в желтый, на желтой подложке голубой шифон. Вот, если так выразиться. Это очень красивый ирис, называется Сергей. Вот, очень красивый, красивые цветы. И такие оттенки я вижу впервые в таком сочетании, с такой интенсивностью. Как-то вот сейчас уже многие ирисы, они повторяют друг друга. Многие сорта просто очень похожи. Вот, а этот же, этот ирис совершенно необыкновенный. Таких я еще не встречала. Так, а вот это из семейства лилии. Смотрите, какая она высокая. Вот начинается кочка вот эта вот, такая разлапистая. И три цвета носа высоченных. Ой, как же она называется. Слушайте, я забыла ее имя. У нее такое необычное имя. И она должна быть очень ароматной. Ну-ка. Ну-ка, вот я сейчас услышу. Я слышу аромат, но мой ковид все изменил очень сильно. И ароматы тоже. Так, белая аквилегия. Сейчас уже вечер. Я думаю, что, наверное, камера будет не очень хорошего качества делать видео. А это фестиво Максима. Но у меня не очень большие цветы. Ну, вообще, как бы, в наших краях пионы огромными не цветут. Уже так, вчера не было дождя. А вот позавчера весь день лил. Около 20 часов лил дождь. Сегодня тоже лил дождь. Так, прилично, несколько часов. Еще я хотела показать очень красивый ирис. Вот этот. Так, ну, попробуем с камерой. Ничего она не видит. А он такой голубоватый, лавандовый такой вот. Но камера моя совершенно не воспроизводит этот шелк. Lasting Moment называется. Ирис. Я, кажется, может быть, я показывала его уже. Очень один из самых красивых тоже. В моем саду. Старенький ирис. У меня в саду с огромным цветком. С огромными цветами. Вот уже отцвел один гигантский цветок. Очень большой. И еще один Рокки Трэнди. Уже отцветает единственный цветонос в этом году. Ой, зацвел еще один видовой. Вон, смотрите, несколько цветоносов торчит. И даже уже один цветок цветет. Ну вот. Уже осыпаются цветки на рододендронах. Дрову пора косить. Такой-то еще ирис, который я, по-моему, не показывала. Названия нет, потому что это пересорт. Я заказывала черный ирис у Шрейнеров. И прислали вот этот. Но он один из последних вот цветет. И он с ярко такими оранжевыми цветами. Вот. Но есть еще сюрприз. И он еще не цветет. У меня просто сад превратился в джунгли. У меня уже зайти вот сюда вот проблематично. Попасть в эту часть сада. Так. Подофилом. Я его пересадила сюда. Ему здесь так понравилось. Совсем другое дело. Говорит. Где твои цветы? Вон они. Смотрите, какие у него крупные цветы. И у него их много. Там еще есть. Красивые листья. Все превращается в джунгли. Потому что поливает и поливает. И поливает и поливает. И в то же время стоит так. Тепло. И поэтому все растет так сильно. Кроме огурцов. Ну, я их очень поздно посадила. Посмотрите, как цветет бедренник. Так, бедренник это вот это зонтичное растение с розовыми зонтиками. Очень-очень красиво цветет. Этот бедренник, это растение многократно цветущее за сезон. То есть, может зацвести, процвести. То есть, я срезаю все цветоносы. И оно выдает новые. И так у нас длинное лето. Довольно долго стоит. Так приемлемо. Тепло. И это растение цветет вот аж 4 раза. Может зацвести. Было и такое. 4 раза. Если, ну, поторопиться, срезайте цветоносы. Вот. Красивая, правда? Смотрите, сколько зонтиков. И я бы так сказала, что, в общем, компактная. Не слишком высокая. Ну, не выше меня ростом, я имею в виду. Очень красивое растение. И размножается семенами очень легко. Дает поросли семенами семцем. Так. А вот здесь начинается... У меня уже розы начинают цвести. Я вам уже показала кое-что даже. И вот, пожалуйста, зеленая роза. Да. Фоксглав. Которые наперстянка. Знаете, тоже цветут. Сейчас они процветут, и я их уберу. Так, здесь у меня розочка, и очень близко к ней посажен флокс. Разросся очень сильно. Надо... Надо, в общем, обеспокоиться, пересадить. Вчера вечером очень красиво сияли ирисы цветущие. Но моя камера вечером, в общем, не очень хорошее качество делала видео. Вот. Я подошла сегодня утром. Посмотрите, новый ирис зацвел в розовых тонах. С чем-то таким желтоватым на фоллах. Вот. Красивый. Давно не цвел, кстати, этот сорт у меня. Еще я подойду вот к этому пиону, который меньше цветет одним-единственным цветоносом. Это пион Ито Санома Руби. С крупным, но достаточно крупным цветком. Просто у нас пионы не очень крупными цветами цветут, должна сказать. Ну, что-то, видимо, их не устраивает в грунте. А графон. Так, он сейчас сложил лепестки. А вообще он такой анимоно-видный. Такое цветение у него. Очень открытый цветок с желтой серединкой. Вот, раскрылся, солнышко выглянуло. Посмотрите, какой красивый пион. Красота невероятная. Ой, он крупный. Очень даже. Вот моя ладонь. Моя любимая розочка зацвела. Только вот этот цветок открылся уже какое-то время назад. И побурили тычинки. А вообще они у него были такие золотистые на розовых ниточках. Очень красиво. Вкусно-вкусно пахнет роза. Ой, очень вкусненькая. А вот еще одна. Вон, видите, какие они, когда только открывается цветок. Ароматная роза Жаклин Дюпре. Одна из моих любимых в саду. Там капризная розочка. Болеет это чипы. Так, посмотрите на белые незаботки. И вот-вот зацветет видовой ирис. Видите, у него уже начинает кончик открываться. Может, сегодня вечером? Может, завтра? Так, у меня все превращается в джунгли, потому что нас заливают дожди. И при этом, ну так, тепло, знаете, не холодно, нет. Очень даже комфортно. И все растет просто как на дрожжах. Посмотрите на это чудо чудесное. Только что зацвел ирис. Будем считать, что это Американ Майдан. Так, что же здесь у меня? Цветущего здесь ничего. Ой, сорняки по пояс. Пока болела, я, естественно, ничего не делала в саду. Но уже начинаю потихоньку. Тюльпаны надо выкапывать срочно. Это дождики льет, и я между дождями успеваю. Ну и посмотрите-ка. Зацвел же у меня пилтай бакини. Видите, какой цветонос? Я думаю, что видно, и ниточка вот эта. Листья там роскошные, роскошные. Вон они, вон они. Подождите! Это не пилтай бакини. Нет, вон она, она далеко отсюда. Это как калия зацвела. Да, это ее листья. Вот такой красивый разлапистый лист большой. Это она. Не, здесь она тоже вот есть. У меня она в саду в трех местах растет. Вот тоже какалия красивые, роскошные листья. Но здесь она не цветет. Видите, сколько сорняков у меня. Ой! Здрасте! Ой! Посмотрите. Фолстов. Плетистая роза. Ароматная. Очень вкусно-вкусно пахнет. Но я ничего не чувствую. Я почувствую, если я носом воткнусь в цветок, тогда услышу. Здесь вот еще несколько штук цветет. А тут против света, наверное, ничего не видно. Вот. Тоже джунгли здесь. Зайти вот в эту часть сада можно только вот с этой стороны, со стороны калитки. Ой! Появился цветонос на лилейнике. О, вот еще один. Так. Очень хорошо. Это грин джевел, по-моему, называется. Не буду сейчас придумывать. Где-то бумажка должна быть. Посмотрю. Вон эти такие вот васильки. Как они? Ой! Это не васильки. Ну, в общем, родственники. Так. Вот зацвел пион. Пион это советской селекции пион. Название утеряно. Ну, у меня где-то записано, что я у них покупала. И этот накладная еще где-то есть. Вот. Роскошные большие цветки. Не пахнет. Ну, то есть у него есть запах, наверное, но я не чувствую. Вот. Так. Атаманта. Уже столько растений всяду. От таких надо, похоже, избавляться. Ну, посмотрите, что случилось. У меня же орхидея тут зацвела. Это Роскоя. У нее из года в год один единственный цветонос. Слушайте, я не заметила даже, как она появилась на цвет-то здесь. Ох! Целых три. Три цветоноса. Посмотрите-ка. Сейчас я вот эту железку, конечно, убирать не буду. Не буду трогать. Не хочу изуродовать тут ничего. И я первый раз ее заметила здесь. Ну, в смысле, в этом году первый раз. Вот. Я думала, что она где-то вот здесь вот. Ну, вот где стоит эта железка. Ну, немножко со сдвигом вышла. Ага. Лилейники набирают цветоносы. Ой, посмотрите на это. Здесь вот что-то неприятность. Болячка. Ой, только посмотрите на это. Он же, он же черный-черный. Вот и раскрылся. Черный такой. Повреждения есть. Видимо, это не любит он влагу. И листья нездоровые. Но ясно. Я же себе другое возьму. Так, я решила подойти вот к этому ирису утром, чтобы посмотреть. Сможет ли камера увидеть оттенки лучше. И мне кажется, что сейчас она делает это лучше. Чтобы передать вам на видео, напоминаю, это ирис Сергей. Очень красивый. Очень красивый. Мне очень нравятся его плотные стандарты. Посмотрите на эти оттенки. Испачкал дождик. Ой, вы посмотрите на это. Вот сейчас камера хорошо видит. И еще один ирис. Абсолютно шикарный. Но сегодня он уже не такой красивый, как был вчера, когда только раскрывался. На нем был голубой. Он светился голубым светом. Абсолютно шикарный. Вот. Это ластин молонд. Зацвел кустик ладаник. Вот эти вот розовые цветки с желтыми серединками. Симпатичные цветочки. Это ладаник. Ладаник. Ну, как я прочитала в интернете, обладает антивирусным средством. Чай из его листьев очень полезен. Вот. И здесь злак с перетрумом и в перемешку с ирисами луковичными. Зайцехвост. Злак. Точно зайцехвост. Красиво. Так, перетрум задушил рододендрон. И сорняки тоже. Так, а вот еще один пион. Тоже наша советская отечественная селекция. Но опять имя не знаю где. Вот. Распускается. Еще здесь есть цветки. По-моему, это его четвертый сезон у меня в саду. Так, вот еще один анемоновидный пион. Вот-вот распустятся его цветы. Ой, вон, смотрите, как красиво цветет. Ой, кто ты? Баптисия. Баптисия, да? Мне еще хочется с голубыми цветами. Но нету. Только такая. И семян вырастила. Мы с одной женщиной, которая живет в Германии, как-то поменялись семенами. Она мне прислала свои. Я ей отправила свои. Вот из ее семян выросла вот эта вот, в частности, баптисия. Если я не ошибаюсь, баптисия. Посмотрите на этот. Ой, такой парень отцвел. Ой, плохо отрываются цветоносы. Листьев все еще не видно по-прежнему. Пробиваются сквозь толщу цветов. Ой, какой красивый. Не знаю, видно ли вам его голубой оттенок. Он у него есть, поверьте. Особенно на свежих лепестках. А это что такое? Красивое. Вы только посмотрите, какие там маргаритки, очевидно. Это у моей соседки уже. Я увидела. Подошла. И цыпы мои гуляют. Слизни ищите. Давайте. Пусти меня петушок. Пучок. Ой. Тут, в общем, уже всякие хозяйственные мероприятия. Да. И тупо. Присажте. Присажте. Присажте.